Достаточно часто супруги проживают в жилом помещении, приобретенном одним из них до брака. Вкладывают в него значительные денежные средства, естественно, делают капитальный ремонт, перепланировку, допустим, какую-то достраивают, реконструируют и так далее. Однако, случается и так, что семейные отношения прекращаются и бывшему супругу, собственнику этого помещения, приходится думать, где же дальше жить. Ведь общее жилье супружеская пара не приобрела, а заработанные деньги вкладывались в теперь уже чужое жилье. Нередко собственник или его наследники обращаются в суды с подобными исками о выселении бывшего члена семьи собственника из жилого помещения. Для начала давайте определимся, что закон позволяет признать личное имущество супруга общей совместной собственностью только в единственном случае, если в период брака произведены значительные улучшения этого имущества. Для того, чтобы признать личное имущество супруга общей совместной собственностью, одновременно должны наступить следующие условия. Это вложения в личное имущество супруга, они должны быть произведены в период брака. Вложения произведены за счет общего имущества супругов, имущества или труда супруга собственника. Вложения значительно увеличили стоимость имущества, капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другое. Причем увеличение стоимости помещения должно произойти в результате именно произведенных улучшений, а не в связи с изменением рыночных цен на недвижимость и так далее. Наличие этих условий дает бывшему супругу не просто возможность сохранить за собой право пользования жилым помещением, но и признать право общей совместной собственности на него, соответственно. Обращаю также ваше внимание на то, что признать право общей совместной собственности можно только на имущество, принадлежащее супругу, а не его родственников. Допустим, если муж и жена проживают в доме, принадлежащем на праве собственности свекрови, то никакие значительные вложения в него не позволят признать право собственности на долю в нем за невесткой, допустим.